Мощь и гордость России на форуме «Армия», который проходит в эти дни в Подмосковье, представляют новейшие разработки, современные снаряжения и усовершенствованную технику. Продукцию военного назначения в Парк Патриот привезли полторы тысячи предприятий, в том числе и из Ульяновска. Мы обладаем мощнейшим производственным потенциалом в области оборонно-промышленной промышленности. Здесь представлены компании, которые выпускают дроны, которые в том числе используются в специальной военной операции. Причем не одна компания, а несколько. Это и коптерные системы, это и системы самолетного типа. А еще тактические спальники, системы для эвакуации раненых, изделия медицинского назначения и многое другое. Прибор малошумной стрельбы привезла компания «Наутилус тактика». Его присоединяют к автомату Калашникова, чтобы снизить шум выстрела, повысить точность и убрать вспышку. Такой прибор пригодится разведподразделениям, отмечают разработчики. Мы общаемся, здесь много представлено производителей, обмениваемся опытом, знакомимся, какие-то моменты обсуждаем. То есть есть проблемные моменты. Я думаю, что однозначно положительный опыт мы отсюда примем. Сразу две ульяновские компании представили совместную инновационную разработку – автоматизированный противодронный охранно-боевой робот. Основная его задача – уничтожение вражеских дронов и других летательных аппаратов. В настоящее время робот находится в процессе испытания. Патент готовится. «Форум армии – это, естественно, презентация данной разработки, показать, других посмотреть, ну и, естественно, продвигать ее дальше, внедрять в производство». Форум – это еще и возможность наладить сотрудничество с другими компаниями и регионами. Так ульяновская область будет сотрудничать с Донецкой Народной Республикой в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В соответствующее соглашение подписали Алексей Русских и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. В Народной Республике крайне важно сейчас вливаться в большую семью регионов Российской Федерации. И тесное взаимодействие, которое не на словах, которое положено на бумагу, которое четко прописано, которое регламентирует то или иное взаимодействие по ряду направлений, и, конечно же, более результативно на практике. Поэтому абсолютно здорово, что соглашение подписано. Также соглашение о сотрудничестве подписано с концерном «Технодинамика». Он входит в состав Ростеха и занимается разработкой, производством и обслуживанием отечественных систем авиационного и космического применения. А также производит детали для автомобилестроения, нефтяной и газовой отраслей промышленности. Одной из компаний холдинга «Технодинамика», расположенных в нашем регионе, является «Ульянский Гипроавиапром». Соглашение позволит усовершенствовать разработки ульяновцев. Компания «Техномеханика» планирует войти в наш регион еще с одним проектом, о котором мы позже вам расскажем. Также удалось провести переговоры с руководством корпорации «Промтех» и генеральными директорами концернов «Моринформсистема ГАД», «Алмаз-Анте» и «Крет». В эти концерны входят оборонные предприятия Ульяновской области. Обсудили вопросы роста заработных плат, наращивания темпов производства и привлечения кадров.